Выпал снег, пора класть асфальт. По такому принципу решила действовать компания «Титан», выигравшая муниципальный контракт на ремонт 10 дорог общего пользования и 16 дворовых территорий в городском поселении Щелково. Взят большой объем обязательств – переложить асфальт на площади 77 тысяч квадратных метров. Стоимость контракта составляет 65 миллионов рублей с учетом субсидий с Дорожного фонда Московской области и бюджета района. Заполучили заказ и не рассчитали свои силы, что-то успели сделать за лето, большую часть работ перенесли на зиму. В том же контракте черным по белому предписано завершить работы к 30 сентября. После обильного снегопада, ледяного дождя, прошедшего в понедельник, на улице Широкой начались дорожные работы. Прямо на мокрый асфальт идет установка бордюрного камня. Такая работа не простоит не больше трех лет, говорят специалисты Дорожной службы. Едва теплый асфальт положен в основании автобусного павильона на улице Фрунзе. В том, что он прослужит долго, сомневаются даже местные жители. На первый взгляд, конечно, хорошо сделана работа, а как дальнейшая, кто его знает. Все лето жители дома номер 11 по Палитарскому проспекту ждали, когда во дворе отремонтируют дорогу. Техника пришла вместе со снегом. Асфальт у нас сняли еще в апреле месяце. Были бесконечные ямы, бесконечные вот эти лужи все. Мы писали много заявлений и жалоб в добродел, в администрацию, спрашивали, когда же начнутся работы. Работы начались, как всегда, когда выпал снег, гололед, дождь. Вчера было то, что работники выгребали вот эти лужи лопатами и сюда засыпали вот асфальт. От прямых вопросов рабочие титаны разбегались в разные стороны. Владимир Юрьевич, скажите, а правильно, что вот в эту погоду асфальт кладут? Да, на самом деле. Сколько он может пробыть на этом месте асфальт? Не останавливают рабочих ни предупреждение местной администрации о штрафных санкциях, ни нарекания жителей. Ведем претензионную работу по факту ненадлежащей работы, подготавливаем документы на штрафы. На тех объектах, где сейчас уложен был асфальт на снег, будут взяты экспертные керны, покажут качество. Но тут невооруженным глазом видно, что после укладки асфальт разваливается сам по себе. Еще больше снега и луж скопилось во дворе дома 5 по улице Жуковского в Чкаловском. Площадка выровнена. Рабочие, спрятавшиеся от холода в кабине трактора, ждут, когда подвезут горячий асфальт. Днем ранее на соседней площадке у дома 3 по улице Стефановского по новой технологии на глазах у жителей асфальт уложили на плотную корку льда. В споре с фирмой «Титан» администрация Щелковского района полностью поддерживает сторону жителей. Вопрос решается о том, чтобы работы все-таки остановить всеми имеющимися административными способами и все-таки перенести работы по объектам, на которые даже в настоящее время не вышли, на следующий год. За лето «Титан» успел отремонтировать в Щелкове пять дорог. Качество работ подтверждено государственной экспертной организацией. Все пять находятся на гарантии. Прослужить. Дорожное покрытие должно не менее трех лет. Бордюры – не менее семи. За это время недочеты обязательно проявят себя, уверен Максим Щелкин. За безответственность подрядная организация заплатит из собственного кармана. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».